Лидеры партии Лидеры ФБК выйти на улицы в день рождения Алексея Навального 4 июня и таким образом проявить солидарность с Алексеем Навальным. Может быть, лидеры ФБК не знают, что за несанкционированные действия положены не штрафы, а уголовная ответственность. Поэтому, мне кажется, что в своем призыве можно было бы объявить об этом. Мы вас призываем, но предупреждаем, что возможно уголовное преследование. Это первая история. Они про это не говорят. Вот теперь, наверное, скажут. Вторая история, о которой мне напомнили недавно. Поп Гапон, который на самом деле 9 января 1905 года не был никаким провокатором. Был блестящий текст. И не был никаким агентом охранки. Он тоже призвал, уже зная о том, что решением правительства это все запрещено и выведено не только полиция, но и казаки, он призвал рабочих безоружных идти просто с требованием ко дворцу. Но он шел в первых рядах. Он не из-за границы призывал. Он шел в первых рядах, показывая примеры. Первым залпом был убит его охранник, который находился рядом с ним, а он был ранен. Это просто надо иметь в виду, когда вы принимаете те или иные решения. Поэтому призыв вспомнить об Алексею Навального дня рождения, я понимаю, что это может быть в Лондоне, Праге, Вильнюсе, в Сан-Франциско, в Мадриде, в Тель-Авиве, где угодно. Но людям, которые находятся внутри России, их можно призывать, они взрослые люди, но они должны оценивать риск выхода на улицу, получив разъяснение от организаторов, даже не организаторов, потому что они за границей, а тех, кто призывает. Ребята, это очень рискованно, должны сказать не я, они должны сказать, те, кто призывает выходить. Мы вас призываем выходить, но имейте в виду, за это могут прийти уголовки. Вот моя позиция такая, вы спросили про мою позицию, я ее делаю более, может быть, неоднозначной, как вы любите это слово, в том, что понятно, что хотят, чтобы Навальный не был забыт, но надо предупреждать людей, которые находятся не в Аршане, а в Санкт-Петербурге. На что они идут, и все равно это большая ответственность. Альманты берут на себя, партия, ответственность. Партия берет ответственность, но вот что ей будет, если, не дай бог, случится что-то? Ничего ей не будет, еще раз напомню, что Гапон шел в первых рядах мирных манифестантов. Так кто же Гапон? Да, в первых рядах. В первых рядах. Он организовал, вышел в первом ряду, в него его ранили, не попали. Попали, но не убили. Попали, но не убили, убили людей, которые стояли рядом. Так что это очень, кстати, мощная история. Это о пользе того, что надо читать внимательно то, что написано, и внимательно читать документы, а не мифы о них. Еще раз скажу, что он не был провокатором. В январе 1905 года он не был провокатором, если ты скажешь, что он был агентом охранки. Нет, это неправда. Нет. 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 Нет.